Вы знаете, я думал, почему Бог посылает видения, ангелов, там еще что-то. Мы начинаем видеть какие-то чудеса. Ну, вообще, Бог неизменный, правда? И Он не изменяется в том, как Он открывается. Кто-то говорит, ну, сейчас у нас много чего появилось, а Бог разговаривает по-прежнему одинаково с людьми. Вы знаете это? Он дает видение. Некоторые видят сна видения. Бог разговаривает с людьми по-прежнему. Так же и нет в Нем ни тени, ни перемены. Скажи, Бог разговаривает? Бог говорит. И вы знаете, нет в Нем тени, ни перемены. Даже в тех вещах, которые нам кажутся простые, обыденные. И Он хочет, как Отец, научить нас чему-то. Вы знаете, люди, они ничего нового в этот мир не принесли. Они только прогресс появился, электричество у нас, лампочки теперь есть, компьютеры и еще что-то. И мы больше заняты стали и меньше тратим на то, что нам нужно по-настоящему. Вы знаете, что желает от нас Бог? Как учил Он Адама, так Он желает учить и нас. Вы помните, кого собирал Иисус? Он собирал себе учеников. Он собирал людей, которые способны что? Научиться. Когда Он сказал ученикам, отключаясь, Он сказал, слушайте внимательно, я ухожу, но вы идите и создайте себе таких же учеников. Есть ученики, есть неученики. Вот разница в том, что некоторые думают, что они перестали учиться, потому что ему 60 лет. Но способность учиться не зависит от возраста, а зависит от твоей прилежности. Насколько мы прилежны в том, что мы делаем. Вы знаете, я могу быть хорошим музыкантом и в 90 лет, когда я начну в 60, но если я буду прилежным. Прилежность – это все, что требует от нас Бог. Постоянство и прилежность, когда ты постоянно делаешь одно и то же, и ты можешь достичь результата. Некоторые думают, что на них должно что-то падать с неба. Вы знаете, я помню, когда я пошел в школу, я был смышленным мальчиком. В третьем классе я понял, что можно обманывать. Я помню себя с первого класса. Я помню, когда я нашел 10 рублей, и учительница сказала, что это ее, хотя это не было ее. Ну, просто меня мама научила в первом классе. Я помню, на продленке поднимаю, чьи 10 рублей? Знаете, почему я поднял их? Потому что они выпали у меня из кармана, я должен был за продленку заплатить. 10 рублей за еду. Но так как я не проверил своих карманов, я спросил, чьи 10 рублей? Я знал, что это не ее, а она сказала, что это мои. Хорошая учительница. Я ее плохо помню. Ну, помню, прическа вот такая высокая была. И она была рыженькая. И очень строгая. И самое интересное, я помню, как я учился. Мне было неинтересно с моими сверстниками. И когда я учился в первом, втором, третьем классе, я уже знал в первом классе математику третьего класса. И мне было неинтересно. У нас вообще неправильный подход к учебе. Вы знаете, вообще учеба у нас неправильная. У нас людям дают одну и ту же программу, которая обучает, вместо того, чтобы изучать и обучать человека тому, что нужно. И вы знаете, самое интересное, я раньше не видел этого, но за границей обучают людей, на что они способны и на что у них выходит. Закладку дают родители. Все остальное делают учителя. Учителя, которые рассказывают, говорят, проповедуют. Вы знаете, Иисус говорит об ученичестве очень много. Если вы посмотрите, что Он делал, так Он разговаривал больше всего и говорил больше всего к ученикам. Знаете почему? Потому что они способны были воспринимать Его, слушать Его. Даник разыгрался. Евгению пришлось забрать. Посмотрите, Бог, Он хочет, чтобы мы стали Его учениками. Но учениками не такими, как Адам, который, слушай, не кушай, и он скушал. А учениками, когда придет к тебе опасность, ты будешь готов. Вы знаете, некоторые ученики, они проходят эти вещи неправильно. И вы знаете, мы понимаем, мы осознаем, что мы попались в руки самого лучшего учителя, который обучает нас правильно. От нас зависит что? Внимание. Будьте внимательны. Некоторые слушают то, что у них в сердце, но не всегда то, что у тебя в сердце, отвечает тому, что ты должен усвоить. Я помню, мы сидели на лекциях, на лекциях анатомии, физиологии, и нам не нравилась лекция анатомии, физиологии, потому что на них надо писать, и надо было сдавать экзамен. Нам хотелось погулять. Вообще, вы знаете, как студенты любят? Они любят гулять. Обучение это, ну, я знаю, потому что 10 человек, бывало, из потока сидело, 15, 20, 30, но есть были прилежные, которые учились, и они достигли результата. Результат достигается в том, насколько ты желаешь и хочешь, чтобы оно пришло в твое сердце. А в сердце у тебя может быть весна, поют птички, и тебе хочется погулять, тебе хочется сходить в кино с товарищами, тебе хочется сделать что-то, но ты осознаешь, что у тебя есть задание, у тебя есть цель. И я хочу сказать, что Бог сначала ставит перед нами правильную цель – достигнуть чего-то. Бог с каждым из нас работает, чтобы мы увидели эту цель. Правильно ли у тебя сегодня цель? Задайся этим вопросом. Правильно ли у тебя цель? Завтра ты ее достигнешь. Послушай, что ты будешь делать с тем, что ты достиг? Что ты будешь? Некоторые пришли сюда для того, чтобы жениться, замуж выйти. Они взяли мужа себе или жену и не знают теперь, что с ним делать. Это не есть цель. Некоторые пытаются что-то делать в своей жизни. Они, знаете, строят бизнес и думают, вот бизнес и все. Они получили этот бизнес, работу и не знают, что с ним делать, потому что они не были хорошо научены. А, они пропустили лекцию поэта. Они просто не услышали слова, которое Бог говорил к ним. Вы знаете, Бог говорил же мне, а не говорил ли я тебе, не ешь? А не говорил ли я тебе, не делай этого? Ну, мне показалось, что все делают так, но он говорит, ты не такой. В твоей жизни все не так, потому что ты новое творение во Христе Иисусе. И вы знаете, самое интересное, с чем ты пришел, для чего мы пришли? Я пришел для того, чтобы обучиться и правильно обучиться. Для этого мое сердце, мое ухо должно быть открыто. Некоторые учатся так. Они сопоставляют с тем, что у них есть в сердце. И он говорит, я все знаю. Кто-то из вас так уже обучался? Чему мне научат тут? Послушай внимательно. Бог, Он разумный, Он мудрый, Он настолько знающий. И Он знает, что тебе нужно в этот момент. Он знает, что сказать тебе. Он знает, как тебе предложить. Потому что если ты не будешь учителем, ты не достигнешь результатов. Знаешь, почему ты не достиг результатов? Потому что ты плохо учился. О, я не говорю о школе. Мы все в школе плохо учились. Временами хорошо. Некоторые отлично учились. Некоторые были прилежными. Но я говорю о жизни, потому что тебя чаще учат жизнь. И Бог, Он как учитель. Знаете, некоторые готовятся перед самым экзаменом, и они чувствуют, знаете, на них навалило. Вот у вас бывает такое? Навалило. Экзамен на носу. В твоей жизни экзамен, пройдешь ли ты его, или сдашь, или не сдашь, зависит от того, как ты прожил это, когда у тебя было все нормально. Вы понимаете, о чем я говорю? Кто из вас понимает? Поэтому мы ходим в церковь, поэтому мы посещаем собрания, поэтому мы читаем Библию, поэтому мы молимся, поэтому мы приходим для того, чтобы просветиться Его истиной, потому что Слово Его есть истина, и Он лучший учитель, чтобы изменить мою жизнь, чтобы дать мне возможность сделать правильный выбор, когда он наступит. Потому что некоторые выбирают, знаете, почему? Потому что хорошо выглядит. Это мое. Послушай внимательно, забудь, это не твое, которое хорошо выглядит, а то, что скажет Бог в твою жизнь, это твое. Мы будем всю жизнь мучиться своим неправильным выбором, только из-за того, что мы плохо прошли какой-то урок. Иисус выбирает себе учеников, три года Он с ними общается. Но самое главное – это практика. Самое главное – это практика. Вы знаете, что такое практика? Когда не только то, что ты слышишь, а то, что ты делаешь, работает в твоей жизни, начинает работать в твоей жизни. И некоторые не могут делать некоторых вещей. Знаете почему? Потому что они не научены. Или же научены, но они пропустили это через свое профильтрованное, сфильтрованное, измененное сердце. И сказали, как это может быть? Почему это может быть? Вы помните, Никодим, он ходил с Иисусом Христом, он пришел учиться у Иисуса Христа. Как может родиться человек свыше? Богу это невозможно. О, человеку это невозможно. А Богу все возможно. Научись от Него, что если ты с Богом, твоя жизнь, она под Его защитой. Вы знаете, у меня тоже бывают паники. У кого из вас бывают паники? Но когда ты хорошо подготовлен, ты хорошо обучен, в твоей жизни нет паники. Ты готов? Ты готов к неприятностям? Знаете, что такое детский возраст? Возраст христиан, детей еще, которые только пришли к Богу. Это ученики, которые часто всего паникуют. У них хлеба нет, они паникуют. Они паникуют. У них чего-то не хватает. Работа закончилась, паникуют. Они не понимают, что то, что они проходят, это выход. Это выход для нового. Давайте откроем Еремии. 12 глава. Тут интересное место. Если ты с пешими, 5 стих. Если ты с пешими бежал и утомился, утомили тебя, как же ты состязаться будешь с конями, если в стране мирной ты был безопасен? То есть, что будешь делать в новоднении Иордана? Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же ты будешь состязаться с теми, которые сильнее тебя, больше тебя? Вы знаете, Бог к чему-то нас готовит, и каждого из нас готовит. И Он не удовлетворен тем, что у нас есть сейчас, на данный период. И я хочу для тебя показать, что когда мы проходим какую-то тренировку в нашей жизни, практическую тренировку, обучение, которое мы усвоили в своей жизни, оно малое, небольшое, то ли не поскандалить в семье, то ли перестать делать тот грех, который мы делали раньше, то ли сражаться с определенными опасностями, которые есть в нашей жизни. Простые вещи, банальные вещи. И нам кажется, это невозможно в какой-то период. Но Он говорит, что это возможно, потому что ты будешь бежать дальше. У тебя будет намного сильнее сражение в твоей жизни. Вы знаете, есть некоторые люди, которые не способны воспринимать, не способны слушать проповеди, слушать откровения. Знаете почему? Потому что они думают, что они все знают. Они все пережили. Они все пережили. Они пережили какую-то опасность. Они пережили. И вы знаете, я сталкивался с такими людьми, которые слушают тебя сквозь фильтр своего мировоззрения, своего, это они называют призму, преломляя своим сознанием. Я готов, чтобы вы критиковали, конечно, но послушай внимательно, когда Слово Божье говорится в твою жизнь, это пророческое Слово, что будет с тобой. Он подготавливает тебя. Оно пригодится тебе для будущего. Вы знаете, я заметил одну такую тенденцию в нашей церкви, в нашем служении. Когда я проповедую, что-то, оно происходит со всеми. Я не знаю, почему это происходит. О, это он программирует, наверное. Слушайте внимательно. Нету никакой программации. Есть одна вещь, которую Бог хочет вложить в тебя. Он обучает тебя, что ты должен с этим сразиться. Ты должен из этого выйти. И я вам хочу сказать, я хочу говорить сегодня об учении. Если ты не способен учиться, ты не способен будешь делать большие вещи. гордыня не дает. Ты должен преломиться. Ты должен уступить. Если в твоей жизни что-то не дает тебе обучиться правильно, значит, ты не способен и не годен для употребления. Вы знаете, есть люди, которые негодны. Есть негодные люди. Негодные в каком смысле? Люди не могут делать правильные поступки. Поступки в своей жизни. Сколько ты им не говоришь. У меня собака. Хорошая собака. Породистая. 300 евро стоила. Купили из-за того, что другая попала под машину. Жалею, что купил, честно говоря. 7 лет или 8 уже жалею. Но жалею. Ничего не делайте из жалости. Ничего. Делайте все по откровению Божьей. Из жалости ничего не надо делать. И мне так жалко было эту собаку. Она была у нас умная. Она делала... Правда, назвали ее так. Лия. Она на глаз была. Плоха. Слепа. Ну, а так было. Она находила мячик везде. Все было хорошо. А эта собака ужасная. Эту зовут, да, Пати. Назвали? Вечеринка. Пати. Кто ее так назвал? Не знаю. Я назвал, да. И самое интересное. Эта собака у нас делает всякую гадость. Она съела у меня две Библии. Мы научились прятать туфли. Потому что она ни одну пару съела. Ни две, ни три. Если мы где-то не закрыли, все. Туфлей нет. Мусорник. Я специально купил с такой крышкой, кстати. Чтобы закручивалась даже. Потому что она переворачивает. И его катает. Пока он не откроется. Это такая собака у нас. И вы знаете, я терплю ее, потому что я люблю свою жену. Я бы ее давно уже отдал куда-то на перевоспитание. В репцентр какой-то. Я не ваш. Для собак. И вы знаете, она породистая. Она хорошая, но необучаемая. Ее нельзя выучить ничего. Она знает, что она сделала плохо. Она может пригибать уши. Может так ласково на тебя смотреть. Но она никогда не научится делать того, что ты просишь от нее. Знаете, чего я научил от нее? Когда она хочет кушать, я ей говорю, умри. Она умирает. Все остальное она не умеет. Я говорю, сидеть, она умри. Я говорю, иди отсюда, она умри. Потому что она необучаемая. Есть те, которые негодные. Хоть ты дорог, хоть ты велик, но необучаем. Я вам хочу сказать, в нашей жизни мы должны быть обучаемы, учительны, способны обучаться, потому что мы будем негодны. Он нас будут терпеть, конечно, везде, куда бы мы ни пошли. Нас будут, с нами будут считаться, но будут смотреть на вас, знаете. Ну, говори, говори. Мы понимаем, что ты не обучаешь. Ты не способен учиться. Люди, которые не способны учиться, они не могут занимать что-либо. Они не могут быть где-либо. Если я не учусь, если я не способен учиться, поэтому мы ходим в институты, библейский институт. Оно кажется нам не нужно, но мы учимся. У нас скоро будет новый набор в школу Рика и Бетти Стромбоков. Мы учимся, мы обучаемся чему-то для того, чтобы пригодилось это в служении. Вы знаете, некоторые думают, что мы обучаемся чему-то, что не нужно. Нет, это нужно. Кто-то пришел на семейное и понял, слушай внимательно, я когда был на последнем семейном, для меня все было откровением. Я слышу свою жену очень часто. Ну, для меня это было все откровением. То, что она сказала, и я понимаю, слушайте, я раньше неправильно все понимал. В устройстве семейной жизни. Я столько прожил, 25 лет семейной жизни. Накануне было, вот недавно. Ты можешь 60 лет прожить, но ты не знаешь, как ее строить. И ты неправильно строил. Тебе надо правильное взаимоотношение. Знаешь, и мне понравилось, что жена послушна мужу. Мне понравилось, что муж должен послушен быть. Мне понравилось то, что она говорила, что если он послушен откровению и Богу, и Божье откровение в нем, жена должна ему поддерживать руки. Она должна, помимо всего остального. Ученичество – это способность воспринимать информацию, которую дает тебе Господь. Я хочу вам прорекламировать учителя, который есть Господь. Я хочу прорекламировать правильного учителя, потому что мы избираем себе учителей, которые были в стиле нам, которые говорили нам приятное. Нам свойственно смотреть телевизор, и мы переключаем на тот канал, который нам нравится, правда? Но я вам хочу сказать, если бы вы смотрели один и тот же канал, у вас бы крыша съехала. Вы бы начали говорить, как тут ведущий там. У вас сделалось бы то же самое. Я вам хочу сказать, мы должны научиться от Него. И послушайте, он… Давайте откроем Луки, 8 глава. Мне нравится то, что он говорит. Луки, 8 глава. Мы будем сегодня читать некоторые места. Я уже проповедовал практически, но я хочу еще. 8 глава, 4 стиха. Притча «Сеятеля». Вы помните, что он говорит о «Сеятеле»? Когда же собиралось множество народа? Изо всех городов жители сходились к нему. Он начал говорить притчу. Почему притчу? Потому что тайны не дано всем знать. Скажи, тайны не дано всем знать. Тайны открываются ученикам, те, которые способны. Тайны не те, которые… Знаете, сейчас слышу, через секунду не буду слышать. Тайны открываются ученикам. Мне должна открыться тайна. Я хочу знать тайну Господню. Тайна Господня боящимся его и исполняющим, трепещущим пред его словом, не забывающий задавать вопросы, когда нужно. Тайна. Вошел, вышел сеятель, сеет семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоплено. Птицы небесные поклевали его, а иное упало на камни, и засохло. Потом, потому что не имело влаги, а иное упало между терниями, и выросло. Терния и заглушила его, а иное упало на добрую землю. За счет принесло плод старичный. Сказал это, возгласил. Кто имеет уши слышать, круто. Мне нравится, как Иисус говорит. Он не меняется. Слушай внимательно. Имеешь уши слышать, перестань слышать своим критическим сердцем или мозгом. Начни слышать сердцем. Начни слышать ушами. Начни вкладывать это. Потому что Слово Божие говорит, если ты семя не принял, оно не... Если семя не принято правильно, оно не принесет плода. Это простая вещь для ученика. Послушай внимательно. Некоторые люди не понимают, что ученики – это те, которые принимают Его Слово, Его откровения, Его познания. Вы знаете, мы выбираем себе учителей. Но у нас один учитель – Иисус Христос. Вы Библию с собой взяли? Кто из вас взял Библию? Поднимите свои Библии, пожалуйста. Поднимите Библии. Библии поднимите. Поднимите Библии. А я Библию хочу видеть, а не телефон. В телефоне у вас не только Библия. Послушай внимательно. Но есть та книга, которая написана только им. Есть та книга, которая открыта им, дается им. Послушай, вам надо вот это вот слово, вам надо вот это вот откровение. Почему? Потому что у вас надо источник настоящий. Живой источник. И это живой источник. Он писал ее. Скажи, он писал ее для меня. Он был вдохновен, когда писал это. О, он вдохновлял людей. Послушай внимательно, как вдохновляется проповедник, когда проповедует, когда он хочет что-то донести тебе. Почему ты не слушаешь его? Знаешь, почему? Потому что ты не понимаешь, что Бог хочет вложить в тебя, а он хочет дать тебе способность воспринимать информацию. Мне понравилось последнее служение. Пробуждение. Мы там разбирали о плодах. Как раз о плодах. Я не говорил о плодах Духа Святого. О плодах простых. Плодах, которые приносим мы лично. И вы знаете, я понимаю, что, может быть, вас и не устраивает то, что я сказал там, но я сказал то, что я сказал, и мое откровение, оно остается. Если я смотрю на человека, который не имеет вот это 3П, я вижу, что он не способен, что он не может двигаться вперед. Вы знаете, перед тем, как прийти к Богу, ты должен быть таким? Способность обучаться, это послушание, послушай внимательно, послушным. Он не может тебя менять, потому что покаяние – это то перемены, которые в твоей жизни, если ты не послушен. Некоторые люди не способны меняться. Вы знаете, что такое покаяние? Это перемена в твоей жизни, полная перемена. Но если он не послушен, он 20 раз может сказать, извини, извини, смотреть на тебя такими глазами, плакать даже. Но он не послушен. С тем даже дела не имеет. Это люди не способные меняться. Скажи, не способен. Мы должны быть способны меняться. И знаете, самое основное, третье, то, что должно в нас быть, это плод наш, это плод физический, который дает нам силу, и чтобы это было утверждено, дай аминь, прославление. Когда у тебя есть это, ты силен. Это простые, банальные вещи, но послушай внимательно. Если твоя жизнь построена на этом, то ты не останешься без успеха. Ты будешь успешен во всем, что ты не делаешь. И вы знаете, он говорит, слушай, сеятель сеет семя свое. Вы прочитали свое? Дьявол тоже сеет свое. Когда мы слушаем проповедников, и Слово Божье, это доброе семя, мы должны воспринимать как доброй почвой. Мы должны быть доброй почвой. Смотрите, за это семя сражается кто-то. Там написано, что вороны поклевали. Сражается дьявол, чтобы ты не достиг успеха. В твоей жизни успех придет от того, насколько ты хорошо обучен. Скажи, насколько хорошо я обучен? Есть люди, которые всю жизнь учатся, но не способны. Почему? Они, когда приходит неприятность, они ничего не помнят. Ничего не помнят. Знаете, почему? Потому что оно не было в их сердце. Это надо пережить. Потому и написано, что Слово Божье, Библия говорит, познайте. Что значит познайте? Переживете его, ощутите его силу в своей жизни. Познайте истину, и истина сделает вас. Я не скажу, что. Кто-то говорит, свободными. Свободными. Ну, тут же людей нет в зависимости. Мы все свободны. Но тут говорится о другом, что ты станешь другим человеком, ты станешь свободен. И смотри, ученики его спросили у него, что бы значило этого притча вообще, я не понимаю. Я не понимаю. Что он говорит? Вы были на проповедях таких, и вы слушаете проповедь, и о чем он вообще проповедует? Задай вопрос лучше. Нормально задавать вопросы тому, кто проповедует, если ты хочешь научиться. Что ты имел в виду, когда говорил? Но, знаете, некоторые им все равно. говори, говори. Они не разбирают это на домашней группе, они не приходят это на домашней группе, они пропускают это мимо ушей. Для того, чтобы обучиться, тебе надо быть послушным, быть тем, который способен воспринимать информацию, записывать. Интересно. Он сказал, вам дано узнать тайны Царства Божьей о прочем притчах, так что они, видя не видят, слыша не разумеют. Прямо как про некоторых. Видя не видят, слыша, какая разница, на каком языке проповедовать в православной церкви, все равно не понимают. о, я не против православной церкви. Просто когда там поет нараспев, мой дедушка так пел, я его не понимал. Я его не понимал, я его не слышал. то, что падает в меня и то, что делает меня, ну, как пока Бог не откроется. Слушай, я так буду вечно ждать, пока мне Бог откроется. Он уже открылся через Слово Свое. Он послал Слово и исцелил меня. Он дал Слово Свое для того, чтобы я стал сильным. И послушай внимательно. Идите и научите по всему миру. Вы знаете, о чем ты говоришь, тем ты и живешь. Если ты говоришь плохими словами, плохими вещами, манипулируешь плохим, ты крутишься и вертишься в этом. Смотри, твое общение, оно делает тебя, оно говорит о тебе. Вы знаете, есть люди, которые закрыты от тебя совсем. И вы знаете, они не слышат ничего. Не слышат никакого слова. Вера приходит от слышания. От слышания. От Слова Божьего. Поэтому я хочу, чтобы наша вера, она возрастала. Поэтому я учусь сегодня и говорю, что если я не буду читать, не буду изучать, не буду слушать, не буду учиться. Ко мне придут неприятности, и я не буду способен с ними сражаться. Я не стану и не достигну той высоты, которой Бог запланировал во мне, потому что у Него есть намерение на твою и мою жизнь. Но если я не способен, как моя собака пати, это не значит, что вас не касается Бог. Это не значит, что вас не прикасается сила Божия. И таких людей, куча, которых касается сила Божия, и они, знаете, сидеть, стоять, и они падают. Но это ничего не значит. Ты должен способен учиться. И я вам хочу сказать, это независимо от твоего разумения и разума, вам даны знать тайны Царства Божьего. От мало до великого. Одинаково. Бог говорит сегодня ко всем. И вы знаете, тот, который сотворил этот разум, Он будет творить у вас все новое. И Он говорит, вам дано знать тайны Царства Божьего. Скажи, мне дано знать тайны Царства Божьего. Мне дано знать тайны Царства Божьего. Если ты хорошо обучаешься, ты будешь применять это на деле. Ты будешь действовать в силе Божьей. Ты будешь научен правильно. Слушай, давайте еще прочтем. Упадшие на добрую землю. Я не буду читать все, потому что моя цель не это. Научить вас, что там говорил Он в притче. Он говорил о слове. Ну, давайте прочтем. Упадшие при пути это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Дьявол человек. Обсуждение с людьми того, что ты принял, не всегда полезно. Упадшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. Оно касается меня. Это ко мне. Но забывают. Смотрите. С радостью принимают, но не имеют корень, временами веруют, а когда приходит искушение, то есть забывают его. чтобы твердо стоять на нем надо помнить. Правда? Забывают. А упадшие в тернии те, которые слушают слово, но они нашли интерес в лучшем и большем чем-то. Слушай внимательно, я хочу, чтобы ты услышал. Терния это то, что лучше растет, высасывает ту силу, которая должна быть в том семени. Что ворует у тебя время? Что ворует у тебя жизнь, чтобы ты был хорошо обучен? Кто ворует у тебя время это? Работа. О, у всех работа, и у меня работа, брат. Для того, чтобы хорошо быть обученным, не важно, сколько ты работаешь, а важно, сколько ты тратишь после работы время. И вы знаете, у нас всегда есть время на себя, на свои нужды. Послушайте, это не значит, что у Адама не было работы, когда он ходил в саду. Как вы думаете, он слышал, что не вкушай? Конечно, слышал. А почему вкусил? плохо обучаем. Знаете, есть тех, учишь, 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 а он не способен. И Бог думает, наверное, надо их в потоп. Они не способны учиться. И тут один ной способен учиться, слышит слово от Бога, готов исполнять его, исполнять в точности. И знаете, когда ты строишь корабль, тебе надо точный проект, тебе надо сделать, когда ты не видел этих кораблей, вообще, это надо обучаться. Люди способны, они способны во всем. Я вам хочу сказать, послушайте внимательно. Если ты способен будешь в служении, ты будешь способен во всем. Если ты способен воспринимать информацию от Бога, Бог благословит тебя во всяком деле, если ты благословен в любом деле, это не значит, что ты благословен в служении. Запомни это. Потому что это может быть заботой, и вы знаете, некоторые тратят свое время, заботятся о многих вещах, но они теряют самого Бога. Принимают и не иметь себе корня, временами веруют, а во время искушения отпадают. Искушение это то, чем я искушаюсь сам, то, что мне нравится. Не то, что искушает меня даже сатана, а иду куда мне нравится, делаю то, что мне нравится, живу как мне нравится, отпадают, и они не плодоносны. И теперь давайте о хорошем. А упадшие на добрую землю, те, которые услышавши слово, хранят в добром и чистом сердце, не дают, чтобы примесь была там. Потому что некоторые пытаются примесью изменить составляющие. Потому что слово должно быть неизменно, оно должно быть вечно. Он сказал, я неизменный Бог. Вы знаете, я думал, почему, кто из вас знает, почему у Иова дьявол был в совете? Он пришел на совет. Бог неизменный. Послушайте внимательно, у него совет не меняется. На небе совет не меняется. дьявол просил вас сеять как пшеницу. Совет не меняется. Он неизменный Бог. Он неизменный во всех отношениях. Он неизменный в том совете, который он устроил в себе. И я вам хочу сказать, что бывает это для нас плохо, но Бог, Он суверенный, Он великий Бог. И Он говорит о том, что я хочу научить тебя, чтобы твоя жизнь, она не зависела от того, кто даже у меня в совете, а зависела от моего суверенного слова. Оно неизменно. Петр, дьявол просил вас сей как пшеницу, но я молился о тебе. Все в порядке? Это независимо от совета. Независимо от совета. Независимо, кто посоветует. Вы знаете, некоторые люди, вы сталкиваетесь с великими, большими, чем вы, но если Бог сказал что-то в вашу жизнь, то оно неизменно. Если Он сказал, что спасешься ты и весь дом твой, веруй в это. Даже если будет другой, кто-то говорит тебе, но это не тебе сказано, это кому-то другому, слушай внимательно. даже если совет не изменился и совет там не очень хорош, то то, что Он сказал вначале, оно избудется, звучит как-то, да? Бог не изменен в Своем Слове, в Своем Откровении. Давайте прочнем дальше. А упадшие на добрую землю, это те, которые услышавшие Слово, хранят его в добром и чистом и приносят плод свой в терпении. В обучении нужно терпение. Скажи, терпение? Терпение нужно нам. Знаете, я понял, у нас в медицинском институте тяжело поступить, но вылететь оттуда невозможно. У нас был такой один ученик, я не знаю, кем он стал после этого, может быть, бензобак засовывал заправщикам был. Ну, это тоже хорошая профессия, но не после мединститута. Но самое интересное, первый год у него куча двоек, второй год вытянули его, куча двоек. На третий год папа уже не вытянул его. Его оставили на четвертый на том же втором курсе. Он отучился снова, и вы знаете, он сдал и даже прошел все. Я не понимаю этого. Есть то, что Бог благословил уже, и Он говорит, если Он уже благословил, послушай внимательно, вылететь невозможно. но достигнешь ли ты того результата? Способен ли ты? Можно достичь правильных результатов, способность обучаться. Ученики ходили с Иисусом, 12 учеников, и когда Он им говорит, слушай, не отлучайся от Иерусалима, знаете, куда они пошли? Ловить рыбу, заниматься своими делами, каждый в своем деле лучшим научил. Не странно ли это вам? Не похоже ли это на кого-то? Учитель плохой. Да нет, это они неправильно понимают команды. Послушай внимательно, правильно понимать команды, делать то, что Он сказал, в точности, исполни все. И вы знаете, Иисус приходит им, ну, как же вас убедить? явился уже воскресший посреди комнаты. Мир вам, помните, да, где вам надо быть? В Иерусалиме. Вы знаете, мы хотим, чтобы наши дети нас слушали, но сами непослушны. Кто из вас был послушен Богом во всем? Всегда вы слушали. А потом требуем, ты же должен меня слушать. Да вы для своего ребенка Бог. Вы понимаете это? Вы священники. И когда мы не слушаемся Бога, тогда мы не можем явить Бога в семье. Не, не террориста такого, а Бога настоящего любящего Отца, которого слушают. знаете, как один говорил, я слушаю не из-за того, что он кричит, а из-за того, что он тихо-тихо разговаривает. Его шепот меня настораживает. Не надо повышать голос там, где его не нужно повышать. Не надо делать и манипулировать, потому что некоторые манипуляциями достигают определенных вещей. Но это дьявол делает в вашей жизни. Он не хочет, Бог не хочет манипулировать. Я почему говорю? Потому что он неизмененный. И он никогда не манипулировал народом. Он не вводил народ в заблуждение для того, чтобы вывести их. Они сами входили туда. Он не манипулировал их сознанием. Поэтому у нас суверенная воля. И вашей волей никто не может управлять, если ты не захочешь. И не надо мне говорить, что меня дьявол бес попутал. Послушай, не бес попутал, а просто ты доверился тому совету, который не был хорош. Доверься Богу. Доверься тому, который говорит тебе истину. Поэтому дети должны наслушаться. Дети должны наслушаться. Почтение исходит от церкви в служении. Если мы не почитаем пастыря, служителей и так далее, и так далее. Вы знаете, дети нас в церкви должно быть правильное учение о власти. Вы знаете, что такое власть? Это то, что установил Иисус, пришел и установил. Он царь, он потомок, из рода Давидова. Вы знаете, он из рода Давидова? Кто из вас знает, что он из рода Давидова? По Марии и по Иосифу, приемному отцу. По обоим. Почему он царь? Почему ему надо было установить? Потому что его царство, оно незыблемо, потому что он должен прийти, как он сказал, потому что он царь. Вы знаете, там были самозванцы, которые вообще не цари, и они правили Иерусалимом. Иудеи тогда. Но Иисус пришел, его как царя не приняли. По какой причине? По какой причине не приняли Иисуса? Вы знаете, я понимаю, что почему приходилось ему быть как плотнику, скрываться, делать определенные вещи? Да потому что он сын царя. Иосиф сын царя. Потомок царя. Вы знаете, что всех потомков царя? Поэтому надо быть внимательным, то, что Господь говорит твою жизнь. Когда Он говорит твою жизнь? И вы знаете, сеятель всегда сеет семя. Он ждет, что мы его примем в добрую почву. Слово его и семя. Быть учеником способность учиться. Учиться на опыте? Да. Учиться на жизни? В жизни? Да. Учиться вам в делах, поступках? Да. Но если ты не способен слышать слово, глазами видеть, в твоей жизни ничего не произойдет. О, произойдет! Тебя будут кормить, тебя будут поить, но Библия говорит, даже о том, что мечтал, не получишь. Я хочу получить все, что, о чем мечтаю. Поэтому нужно хорошо учиться. Поэтому если ты молишься, молись, продолжай, не останавливайся. Каждый день, каждое утро, каждый вечер, молодец, супер, ты молодец. Если ты продолжаешь служить, читать слово Божие, продолжаешь делать определенные вещи, и тебя это обучает, тебя это учит новым вещам, слушай, продолжай. Бог благословит тебя. Он желает, чтобы твоя жизнь изменилась. Я написал еще местописание, но не буду. В 15 главе он говорит к ученикам, я желаю, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Вы помните, что такое плод? Ты не способен быть плодоносен, если ты не стал учеником. Стань учеником Иисуса Христа, способным слышать его, способным отвечать на его нужду и исполнять все, что он говорит. По-моему, это просто, по-моему, это легко. О, я не говорю, что не будут сложностей, просто информацию надо записывать, ее надо переживать, ее надо переживать, пережить, перекуп, напитать себя, наполнить себя и ходить в ней. Правда? Вы знаете, я понимаю одну такую вещь. Если я не попробую, то сколько вы раз мне не говорили бы о спасении, какой он? Ну, мы испытали. Он свидетельствовал о том, что он был наркоманом, да? Что у него была зависимость. и когда он второй раз попытался, уже освободившись от зависимости, потому что здесь в голове говорило что-то, иди, тебе надо, тебе надо, тебе надо. Бог говорит, ты свободен. Слушай, услышь это, ты свободен, ты свободен, ты свободен. когда ты вот это услышишь, тут все в твоей жизни изменится, слушай, тебе не надо будет ходить, как осел куда-то. И он пришел, получил эту дозу, а удовольствия никакого, удовлетворения никакого, с Богом было лучше. Вы знаете, когда с Богом лучше? Когда ты ощущаешь его, чувствуешь и переживаешь его. Некоторые никогда не переживали его, но я вам говорю, ты можешь пережить его присутствие, можешь пережить. Я знаю, что если ты переживешь его присутствие, его прикосновение, его силу в своей жизни, тебе не захочется. О, или если даже захочется, и ты случайно сделаешь что-то, ты все равно встанешь, пойдешь, потому что в доме отца моего лучше. Они кормят лучше. Там пища, даже услуги есть, те, которые прислуживают, а я знаю своего отца. Сегодня некоторым нужно покаяние, просто нужен Иисус, просто нужно встретиться с ним. Знаете, почему? Потому что вы не способны стали учиться, а вам надо менять свое мышление, независимо от возраста. Возраст ничего не значит. Возраст ничего не значит. тебе нужен Иисус, тебе нужно Слово Божие, тебе нужен Господь, который может изменить тебя. Поэтому стань на путь истины, стань тем, который изучает Слово, читает его, слушает его, не раз по воскресеньям только, а каждый день, где угодно, у нас каждый день служения проходит. Я уже устал сюда ездить, честно говоря. Если вы знали, сколько Бог дает сегодня возможностей, здесь есть силы. Вы настолько богаты можете, настолько благословенны. Иисус, Он хочет обогатить нас Своим Словом, Своим Откровение. Для этого надо быть просто способным принимать. Если ты не способен принимать, ничего не произойдет. Подумай просто, а принимаю ли я все? А есть ли у меня смирение, послушание? Подумай, или я просто исполняю чьи-то роль, выполняю, живу своей жизнью. Как у нас компьютер, знаете, включается, выключается, живет своей жизнью, делает что хочет. Мы можем жить своей жизнью, но он не соображает, он делает. Какая-то программа запускает вот так вот в твоей жизни. Какая-то программа тебя запускает, что-то запускает. Ты идешь по накатам. Может, надо возродиться, чтобы стать новым творением во Христе Иисусе. Стать учеником. Давайте встанемся. путь. Субтитры создавал DimaTorzok